Шалом Алейхем Благодарение за надежное спасение, которое Он нам даровал, чтобы еще раз вспомнить о той великой радости, которая у нас есть, что наши грехи прощены. И даже тогда, когда мы не понимаем, почему то или другое может происходить и происходит в нашей жизни, все равно имеем благословение, потому что можем доверять и уповать на Господа наш. Обращая внимание на все действия Божия в нашей жизни, на все милости Господни, которые уже явлены в нашей жизни, чтобы, созерцая красоту Божию, действительно опознавать Его как великого Творца, который создал небеса и земли, все, что на небе, на земле и ниже земли, и видимое, и невидимое. И Он Тот, Который создал и нас по образу и подобию Своему, и Он Тот, Который, найдя нас в этом мире греха, зла и тьмы, выровся делал частью Своей вечности. Чтобы, увидев Его свет, мы бы смогли увидеть себя и свою нужду в Нем. Это благословение продолжать изучать от Слова Иисуса Христа, чтобы ценить эту возможность. Ибо Господь, Он продолжает, приготовляет нас к небесному управлению, Он ставит задачи в нашей жизни, которые мы должны проходить, и через падения, которые мы имеем. Но и через падения мы видим Божьи руки в благодати, которые поднимают нас, зная о том, что Господь возвращается. И Он не просто возвращается для того, чтобы совершить наше спасение, когда поменяет нам наши тела. Он есть великий Царь. Он возвращается для того, чтобы восстановить свое управление на этой земле. Чтобы Царствие на земле было так, как и на небе. Меня зовут Игорь Багиров. Я прилетел из города Кливленд. Я из еврейской церкви. Так она и называется, Мессианская церковь Вифани, так же, как и ваша церковь. Или мы говорим Bethel, или Bethany на английском языке. Это небольшая, маленькая церковь. Я веду служение пастора-миссионера. Потому что мы больше занимаемся миссионерским служением так, как Господь нас поел в Америке и в Канаде. Уже 16 лет пробовать Евангелие среди еврейского народа. Но когда я говорю среди еврейского народа, это не значит, что мы проповедуем только евреи. Мы проповедуем всем. И это мое благословение, наше благословение стать частью Божьей великой работы на этой земле. Чтобы делиться доброй вестью с людьми, которые окружают нас. Ибо одно имя дается человеком под небесами, которым надлежало бы спастись. И семья есть Ишуа, Иисус, который есть единственный путь спасения. Но перед тем, как я расскажу об этом служении, мы немножко поговорим о том, что Господь говорит о великом поручении. Я бы хотел коротко рассказать о своей жизни, как Господь по милости нашел и спас меня и мою семью. Я родом сам из Грузии, я родился в Тбилиси. Я из еврейско-мусульманской семьи сам. Многие люди удивляются и спрашивают, как такое вообще возможно? Евреи и мусульмане. Ну, возможно. Моя мама была еврейкой, папа у меня был мусульманин, я рос как мусульманин, потому что в нашей семье скрывалось еврейское происхождение нашей матери, потому что и в Грузии были люди, которые ненавидели евреев. И мы долгое время не знали, что наша мама еврейка. Вообще моя мама из Ленинграда, Санкт-Петербурга. И однажды я увидел паспорт СССР, моей маме паспорт, и мне очень захотелось его открыть. И помните пятая графа? Национальность. Я открыл игру, читаю еврейка. А мама всегда говорила, что она украинка. Ну, с Ленинграда. Ну, там я, Россия, Украина для меня это как-то особого значения не было. Фамилия у нее просто еврейская, похожая на украинская. Кислик. Вот такая фамилия была. Я читаю еврейка. Как же так? Как? Ведь мои друзья, с кем я общаюсь, что я об Израиле бы не слышал, всегда вот евреи виноваты, евреи виноваты, евреи виноваты. Подхожу к маме и говорю, мама, ты правда еврейка? Она говорит, правда. Я хватаюсь за голову и говорю, какое горе в нашей семье пришло? Говорю, почему ты не говорила нам? Она говорит, ты знаешь, сколько людей ненавидят наш народ. Ну, зачем нам об этом было говорить? Потому что вы могли распространяться, и вам было бы хуже. Ну, с того дня я узнал, что наша мама в мире, правда, я еще плакал несколько дней подряд. Ну, успокоился. Прошло еще несколько лет, моя мама умерла. Я уехал в Россию, я поступил в Ленинградский университет. Потом через год я перешел в Ростов-на-Дону. И я продолжил учиться в Ростовском университете. 19 лет, когда мне исполнилось, я встретил свою будущую жену Татьяну, я женился. Но у меня было очень много проблем в моей семье, потому что я жил во грехах. Татьяна, она не еврейка, она русская. Ну, как много людей, они верят, что вот есть христианские народности. Вот, скажем, поляки, итальянцы или русские люди. Ну, вот говорят нас православные или католики, ну, значит, христиане. Но мы все знаем, что мы все рождаемся во грехах. И нам персонально нужно встретиться с Господом Иисусом. Помните разговор Иисуса с Никодимом, который был начальником Синагуи? Кстати, по сей день многие-многие раввины, они знают немало книг Священного Писания, я сейчас говорю о Ветхом Завете, наизусть. Но Господь ему сказал, если не родишься от воды и духа, не уйдешь в Сарство Небесное. То есть человек должен родиться заново, изменить свою жизнь. И вот так Татьяна считала, что так как она русская, православная, ту христианку, к сожалению, не была рожденной свыше. Как я уже сказал, мы все рождаемся во грехах, и нам нужно персонально встретить Иисуса и изменить свою жизнь. Но, закончив университет, жена моя преподавала в университете, она хорошо училась, ее взяли на кафедру, ну, философский факультет. И у нас была дилемма, это были 90-е годы, тяжелое время в России. И была дилемма оставаться ей, нам как бы идти дальше по лестнице, да, или уехать в Израиль. Так как моя мама еврейка, по еврейскому закону, Галахи это религиозный еврейский закон, я считаюсь евреем, почему? Потому что по матери считается. И мы решили переехать в Израиль. И вот в 93-м году мы оказываемся в Израиль. Новая страна, новая культура, новый язык. Я думаю, что-то изменится в Израиле. Ну, понятно, что без Бога ничего измениться не может. Мы прожили в Израиле три года. И последние полтора года это город Назарет. Ну, мы его называем на иврите нацрат-элит. То есть верхний Назарет, есть Назарет библейский, там, где арабы живут. И совсем рядом Назарет новый. Верхний мы его называем. Где живут евреи, потому что евреи с арабами не сообщаются, по причинам, по которым, я думаю, все прекрасно знаете. Но однажды Татьяна приходит домой и говорит. Ты знаешь, я встретилась с какими-то странными евреями, которые сказали, что Иисус Мессия. Евреи, которые верят, что Иисус Мессия. Я же изучал историю. Для меня Иисус Христос было как вот имя-фамилия. Вот меня зовут Игорь Багиров, да? Вот так. Иисус Христос. Я думал, имя-фамилия. Грек. Греческое, да? Кристос. Да. Христос. И какие-то евреи верят в Иисуса. Ну, как такое может? Ведь Иисус всегда для меня был личностью, которая вдохновлял группы людей преследовать евреев, убивать евреев. Мне сказал, что-то с евреями не в порядке, если эти страны евреи верят в Иисуса. Я попросил свою жену больше никогда с ними не общаться, не разговаривать. И вообще об Иисусе в моем доме, в нашем доме, больше ничего не говорить. Я запретил ей контакты с евреями и христианами. Но всегда у меня была одна мечта в моей жизни. Я всегда мечтал об Америке. Всегда. Для меня Америка всегда была страной, где очень легко все можно получить. Почему? Потому что я очень любил слушать американскую музыку, особенно любил смотреть американские фильмы. Еще называют такими боевики. Знаете, как в фильме? Полтора часа, и все, все у тебя есть. Покажи себя, и все у тебя будет. Да, и однажды я сказал, ну, зачем нам Израиль? Ну, три года прошли, ничего не изменилось. Может быть, мы приедем в самую лучшую страну в мире, под названием Америка. Но в Америку мы попасть не смогли. И однажды, читая газету в Израиле, я наткнулся на объявление, которое предлагало, там указывается несколько стран, но переехать в одну из стран. И одна из стран, это была Канада. Ну, Канада-то близко к Америке. И я сказал, давай попробуем в Канаду, а потом каким-то путем попадем в Америку. Я звоню по телефону, и мне говорят, кто ты по профессии? Ну, я философский факультет закончил. Говорит, нет, философы в Канаде не нужны. А ты вообще, говорит, кто? Еврей, не еврей? Мама еврейка, значит, еврей. А жена кто? Я говорю, ну, жена русская. Мне говорят, как хорошо, что русская. Я спрашиваю, почему? Ну, скажите, что евреи русских не любят. Скажите, что вам так тяжело в Израиле, гонят вас, и вы сможете получить статус беженцев. Я говорю, а как так? Ну, скажите, что вас преследует в Израиле за то, что жена русская. Я говорю, ну, вроде никто не преследует, а тогда статус беженцев не получится. А уехать так хотелось, правда? Я говорю, хорошо, научите, что говорить, скажем. И вот так мы оказываемся в городе Монреале в 95-м году, 6 ноября, мы переезжаем в город Монреаль. Это франкоязычный город, это Кэбек, Канада. И вот в Монреале, я не знаю, но я знаю, что Господь стал здесь. Хоть я его не знал. Но я стал задуматься о своей жизни, личной жизни. Почему я родился? Куда я иду? Почему у меня столько проблем? Очень много вопросов, но ответов не было. И в это время был праздник Пасхи. Я знал, что жена русская, относила себя к православию. Вообще считал, только две церкви есть. Вот католическая и православная. Есть мечеть, есть синагога, да, и все. Но мне почему-то захотелось пойти в православный церковь. Я пришел. На праздник Пасхи множество людей. Я увидел, такая очередь была в комнатке. Какой-то. Я подошел, спрашиваю, а что у вас здесь очередь? Ну, там, говорит, батюшка, он грехи прощает. Это когда ты плохое что-то делаешь, вот, надо ему рассказать, он тебя простит, тебе легче станет. Я говорю, ну, да я каждый день плохое делаю. Хочу, чтобы мне стало легче. И у меня было много вопросов, ответов не было. Я встал, дошла очередь до меня, выходит православный священник. Два вопроса, которые он мне просто задал. Два вопроса. Первый вопрос. Почему я пришел? Я говорю, мне плохо, батюшка. Дальше его вопрос был такой. Читал ли я когда-нибудь Слово Господне? Я говорю, а это что такое? Он говорит, Библию читал? Я говорю, нет. Хочешь? Я говорю, ну, дадите, возьму. Он мне дает Библию, с которой я прихожу домой, было где-то 3-4 часа, я ложусь на пол, и я начинаю читать. И мне стало интересно. В самой первой книге, да? Берещит, да? Или в начале, это бы те, о Боге, который сотворил небеса и землю. И следующие несколько недель я был в чтении. Я много не понимал, но мне было просто интересно. Мне было интересно. Это было время, когда мы поступаем в школу французского языка, и вот в классе мы знакомимся с одной семьей. Это украино-еврейская семья была, и они были членами Евангельской библейской церкви города Монреаль. Там долгое время был пастор Евгений Гаврилович Добровольский. И они стали нам свидетельствовать. И как-то я не мог понять, он же еврей, опять Иисус. Но эта семья очень отличалась от семей, которых мы знали, от моей семьи. Может быть, простые вещи в разговорах. Он на нее не кричал. Я всегда на свою жену кричал, грубил. А он не кричал на свою жену. Не грубил ей. Мне стало интересно, почему он не кричит? Почему он не грубит? Почему они отличаются от меня, от моей семьи, от людей, которых мы знаем? Мне стало просто интересно. И они много-много свидетельствовали. Когда они пригласили, рассказали церкви, которую они посещают, я никогда не слышал о такой церкви. Но из-за того, что они мне очень нравились как люди, я принял их приглашение, когда они меня пригласили в церковь. Я помню, я пришел, и пастор сидел на пороге, и мне было так тяжело переступить порог церкви. Вот мы познакомились, говорит, я пастор этой церкви. И мы разговаривали с ним. И уже почти к шести часам, это было воскресенье, вечернее служение, я все никак не мог переселить, вот перейти порог. И он мне прямо спросил, ты что, боишься? Я говорю, я никого не боюсь. Сел, пришел и зашел, сел, просто смотрю, люди, человек 15, наверное, может 20. И первое, что происходит, они просто открывают песенки и начинают петь. Песни, которые сегодня некоторые называют старыми. Я их никогда старыми не называю, это вечные. Как и вечные Евангелии, да? Песни о Божьей любви, о прощении грехов, да? О пролитой крови, которая очищает нас от всякого греха. А я говорил, что я всегда слушал другую музыку, американскую музыку, мне нравилось то, другая. А вот какие-то песни, которые я никогда не слышал раньше, никогда. И так меня коснуло, что я просто стал плакать. Люди стали смотреть на меня, обращать внимание, я прикусывать стал губу, знаете, когда вот что-то остановиться. Но то, что выходило из моего сердца, почему я сказал, ну, мне 25 лет, я же мужчина. Но это правда, то, что выходило из моего сердца. Когда закончил служение, я познакомился с людьми, они мне тоже очень понравились. Я сказал, я еще раз приду в церковь. Я пришел в следующий раз в воскресенье утром, может, человек 60, не больше. И я стал прислушиваться. Я послушал проповедь. Потом стал прислушиваться к молитвам. Вдруг они молятся за Израиль. Начинают благословлять Израиль. Я так думаю, а что это они молятся за Израиль? Они же не евреи. Они же вроде христиане, вроде как враги. А вот молятся за Израиль. Закончил служение, я спрашиваю, а почему молятся за Израиль? Он говорит, а как не молиться за Израиль-то? Ведь именно через Израиль благословен каждый народ земли. Ибо спасение-то у иудеев. И почему-то это коснулось меня. Я решил правду узнать. А вдруг правда? Вот Иисус Мессия. Вдруг Он правда? Вдруг действительно? Я стал изучать Священное Писание. И, конечно, прошло много-много-много и много месяцев этой борьбы. Но Господь и дал и мне милость. И Господь дал и мне благодать. Чтобы я и я уверовал, что Иисус и есть Господь Мессия, Который умер из-за моей грехи и Который воскрес и для моего оправдания. Я покаялся. Все это время Татьяна со мной не ходила в церковь. Но когда я покаялся, она пришла, и Бог благословил ее в первое же служение. И Господь подчинил нашу семью. Да в благодать имелось. Я устроился на работу. Мы снимали апартненты. Однажды я прихожу домой, стучу в дверь. Татьяна открывает дверь и что-то держит за спиной. Что-то большое, белое. И улыбается. Вообще, когда жены улыбаются, тоже к доброй вести, правда? Я спрашиваю, какая добрая весть? Она поднимает большой конверт. Я говорю, ты знаешь, что здесь? Я говорю, что? Говорит, грин-карта. Господь нам дал грин-карту. Я уже рассказал о том, как мы приехали в Канаду. Ну, какие мы беженцы? Мы никакие не беженцы, конечно. Бог научил меня никогда никого не судить. Я рассказываю то, что было в моей семье. Я знаю, что Бог верный, Бог. И Он никогда не допустит того шага, который мы могли бы сделать, чтобы этот шаг отвел нас далеко от Него. Мы привыкли ругать тех, других людей, только потому что они, может быть, на нас не похожи. Я уже сказал, что я получил Библию через православного священника. Я понимаю много нарушений православия. Что-то и в баптизме можно найти. Давайте будем честными. Но я знаю, что Бог может использовать любого. Любого. Если я с лица заговорила человеческим языком, Бог может использовать любого. Я получил Библию через православный священник. И по-человечески, вот, я знал, что вот, ну, мы не беженцы, конечно же, нет. Но по-человечески я знал, что если я пойду, скажу правду, нас сразу арестуют, сразу же, мгновенно, посадят на самолет и отправят обратно. Я боялся. Я боялся. Но я уверовал в Бога. Я знал, что я не могу идти говорить то, чего на самом деле нет. И вот этот компромисс, он был, это было неправильно. Но Бог сделал так, что Он дал нам грин-карту. И не допустил, чтобы, не дай Бог, я мог. Я только веровал, конечно, но я не хочу этим оправдываться, но Бог не допустил, чтобы мы сделали шаг, который мог отвести действительно нас далеко от Него. И мы переехали в Америку. Но после того, как мой второй сын родился, потому что мой второй сын родился на Рождество, 21 декабря, и уже вчетвером. Мы втроем переехали, у нас был старший сын. Вот мой старший сын, втроем приехали в Канаду, и уже вчетвером мы переехали в Америку. Уже 20 лет мы живем в городе Климлин. Угайо, не спрашивайте, почему Климлин, Угайо. Мы хотели, кстати, 19 лет назад переехать в Миннеаполис, в одну из баптистских церквей. Моя жена сюда прилетала, но мы остались в Климлинде. И 16 лет назад, когда Господь дал нам вот эту возможность начать новое служение, когда мы узнали, как много русскоговорящих людей, особенно из еврейского народа, живут в городе Климлинде, но на сегодняшний день, может быть, человек 15 тысяч. Тогда было большее. Но вопрос не в том, 15 тысяч или один человек, или миллион. Мы знаем, что и одна душа важна для Господа, правда? Если в Миннеаполисе живет только один неверующий человек, уже нужно идти, так сказал Господь. Помните, когда он оставлял 99, которые не были потерянны, но шел и искал вот одну потерянную овечку. И находя радовался они еще более, чем от тех 99. Уже мы должны идти. И Господь побудил начать нас новое служение. Я работал на заводе под 12-11 часов. Это с 4 до 4, с 5 до 5. То есть с 5 п.м. до 5 утра, и с 4 до 4. Было очень тяжело. Но мы начали с апартнеров. Дело в том, что Климлинд – это очень интересный город. Евреи живут отдельно. Есть такой район. Это East Side, восточная часть города. Они живут там. Я живу в украинском районе. И от нас, где я живу, до нашей церкви, еврейского района, 45 минут. Но у нас, наверное, как в Миннеаполис, пешеходных движений практически нет. И автобусов тоже практически, но очень редко ходят. Поэтому очень тяжело, как бы, то есть где искать людей? Ну, мы начали с апартнеров. Тогда английского не было. Мы просто заходили, мы молились и начинали стучать в каждую, каждую дверь. Евреи от нас узнали. Еврейская федерация. И стали чинить препятствия. По сей день чинить препятствия. Но тогда мы потеряли возможность. Они стали жаловаться. Говорить, что я не имею права уходить в апартнеры. Двери как бы закрылись. Ну, мы молились, мы говорили, Господи, что нам делать? Что нам делать? Ведь если люди умирают, и умирают без тебя, они умирают навсегда. Ну, ты же любишь людей. Но где нам их искать? Ведь Климнин, это не Москва, это не Мориаль, это не европейский город. Людей, ну, нету. И мы узнали о русских магазинах. Продовольственных магазинах. И мы продолжили служение, стоя в русских продовольственных магазинах. Ну, где нашего человека найти, братья и сестры? Который придет за колбасой молдавской вкусной. Или за черным бородинским хлебом. Ну, конечно, у русского магазина. И Господь стал благословлять. У нас небольшая церковь, было больше людей. Но она сто процентов из новобращенных людей. Сто процентов. И в основном это евреи. Опять-таки, когда я говорю о евреях, когда я говорю об Израиле, у меня никогда не было цели возвеличивать этот народ. Во-первых, во Христе мы одно. Нету разницы. Нет иудеи, нет неудеи. Так же все согрешили, написанные лишенных славы Божьей. Но когда я касаюсь вопроса Израиля по Писанию, я хочу напомнить рожденным свышех христианам, как я уже сказал, что именно через Израиль от Бога мы благословлены, и каждый народ. Давайте откроем священное Писание. Римлянам 1,16. Помните? «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а также и еле». Это Слово Господне. Многие люди опускают вторую часть стиха. Они доходят до того, как сказано, во-первых, иудею. Ну, так написано. Во-первых, иудею. Или по-гречески, правильное слово, дальше и в равной степени, и, скажем, не иудеи, еле. Не иудеи. Но, во-первых, иудеи. Не потому, что иудеи лучше, или не лучше. Но здесь порядок Божий. Потому что это связано с пророчеством. Вот почему дьявол всегда преследовал еврейский народ. С самого начала, когда еще и еврейского народа не существовало, когда Господь дал первое обетование семьи женщин. Помните? И потом мы видим, когда Господь избирает Авраама. Авраама, который стал Авраамом, который не был евреем. Но Господь создает новый народ. Авраам, Исаак, Яков, который стал Израилем. Дальше мы видим двенадцать колен. Мы видим избранное колено Иуды. Да, или Яхуда, прославляющий Бог. Дальше мы видим Давида, завет с Давидом. Дальше мы видим Марию и Иосифа. И Христос пришел, чтобы исполнить план спасения. Вот почему дьявол делал все возможное. Чтобы уничтожить этот народ. Чтобы спасение не состоялось. Но оно состоялось. Сегодня дьявол мстит израильскому народу. И также еще раз попытается уничтожить этот народ. Почему? Потому что, помните, Иисус, когда плачет, а в Иерусалиме что он сказал? Он им сказал, Иисус, и вы не увидите доколе, не воскликните Благословен гряды во имя Господни. Блуха Баба, щем Адунай. Так это звучит на еврейском языке. И только тогда, когда евреи покаются, Господь возвратится, братья и сестры. Так сказано. Это пророчество. Мы должны это понимать. Если не будет Израиль, как тогда пророчество сбудется? Как тогда Господь возвратится? Он возвратится. И Израиль будет, потому что Господь Бог, вечный Бог и живой Бог. Псалом 121, 6 стих. Моли за мир Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя. Боития 12, 3. Господь сказал Аврааму, Я благословлю благословляющих тебя и злословщих проклинув. Проверьте историю. Проверьте историю. Там, где была поддержка Израиля, было благословение. Начиная от простых семей, заканчивая царской мединацией, там, где были гонения, может, проходило немало времени, но приходила разруха, приходили болезни, приходили войны. По сей день, где были погромы, где был антисемитизм, туда приходила беда, потому что это слово Господне, благословляющих тебя благословлю. И не просто проклинающих, сказано, злословящих тебя проклинув. Так сказал Господь. Римлянам 11, 1, вторая часть стиха, сказано так, от их падения, спасение нам, язвичникам, чтобы что? Это же благословение для детей Божьих, возбудить в них ревность. Мне иногда даже, в евангельских церквях, я имею более 150, 160 служений каждый год. Это разные церкви, я очень много проповедую в румынских церквях, очень много. Вы можете найти на интернете, я проповедую на английском языке. Делайте перевод на румынский, я проповедую в китайских церквях, я проповедую в славянских церквях, но большей частью я проповедую в американских церквях. Но в славянских церквях ко мне могут подойти и сказать, ты жид, распял Иисуса Христа. Кто-то скажет, что жид нормальное слово, ничего плохого нету, по-украински, по-польски, это нормально, евреи. Но ведь мы прекрасно знаем, что если мы хотим оскорбить евреев, мы будем им использовать именно это слово. А знаете, как я отвечаю? Я отвечаю по-еврейски. Я говорю, если евреи распяли только Иисуса Христа, тогда спасение только для евреев. И тогда всем остальным нужно забыть раз и навсегда о надежде. Но если мы все участники, а это так оно и есть, тогда спасение так оно и есть для всех народов. Для всех народов земли. И придет день, когда евреи будут славить Иисуса Христа. Сегодня они считают меня предателем, ненавидят меня. Можете открыть веб-сайт, набрать мое имя, фамилию и кое-что читать от них. Знаете, есть у них целые статьи против меня. Так вот, но придет день, когда они уверуют. Это будет как жизнь из мертвых. Помните, в той же 11-й главе римлян, когда они пойдут по всему миру в тысячелетнем царстве, и я верю, так, как оно есть, не аллегория, тысячи лет на земле физически, вот так, когда Иисус будет царем и Господом и своего избранного народа, когда евреи пойдут по всему миру и его будут прославлять Иисуса Христа. И продолжая это служение, встречая множество людей, хотя оно очень-очень тяжелое, потому что в основной массе люди отвергают. Но что из того? Вы кого-то можете спасти, братья и сестры? Вообще у вас есть этот дар спасения? Можете спасти? Я не могу, потому что я не Бог. Только Бог может спасать. Вы кого-то приводили к покаянию? Кто-то скажет да. На, я скажу, может, Господь вас использовал, но покаяние тоже дар Божий. По милости. Я не отвечаю за спасение людей, но я отвечаю за то, чтобы точности передать Слово благодати людям, которые окружают меня. Когда Божьи цели становятся моими целями или нашими целями, когда Божьи интересы становятся нашими интересами, когда мы видим, что в Миннеаполисе работа, но не совершается она так, но не совершается. Поверьте, мы уже несколько лет в вашем городе, к сожалению. Но когда мы видим, что оно не совершается, чтобы стать в проломе, в молитве, когда мы переживаем за дело Божие, а Божья цель, чтобы все спаслись. Это его цель, вот в сердце Господь. Но если эти желания Божьи, становятся ли они нашими желаниями, чтобы молиться, чтобы оно совершилось дело Божье, тогда мы можем говорить о посвящении, тогда мы можем говорить и о рожденном свышех христианстве. Я понимаю, что не всем Господь сказал, что все должны выходить на улицы, или все должны ставить свои работы, и заниматься только служением благоистия. Дары Духа Святого различны. Не каждый это может. Конечно же нет. Но каждый может молиться за это дело. Каждый может. Даже в трех словах свидетельствовать. Этому невозможно научить. Это должно быть от Бога в сердце. Даже тогда, когда у нас нет времени, и мы покупаем молоко в магазине, покупаем молоко. Я вам расскажу пример. Потому что миссионерское служение не только тогда, когда кто-то в стадионы собирает множество людей, известные проповедники. Нет. Но тогда, когда сердце открытое, когда мы идем в магазин, покупаем молоко, и хлеб, и костье пробивает, и у нас есть несколько, вот даже слов, когда мы не знаем английский язык, но выучим по-английски сказать, Иисус тебя любит. Это тоже миссионерское служение, тоже угодно, Господь. Китайский буфет, кто-то ходит. Бог благословляет. Смотрите, мы китайцам можем рассказывать в китайском буфете, достигать их. Этих китайцев нет в Китае. Их никто уже не засвидетельствует из Китая, потому что их нет в Китае. Они вот здесь, в Америке, в Миннеаполисе, в других городах. Мы и там можем им рассказать. Посмотрите налево, посмотрите направо, сколько людей несчастных, когда без Креста я называю этих людей несчастных. И Господь хочет использовать каждого из вас для того, чтобы его блага есть распространялась. Проблема наша, что нам все равно. Мы всегда кого-то ждем, кто-то приедет в наш город. А если не приедет? А если не приедет, что тогда? Тогда пускай эти люди, которые живут вокруг нас, умирают. Но ведь Бог нас сюда привел. Это наш город. Когда нам плохо, когда у нас проблемы, мы куда в другой город переезжаем, чтобы там молиться, что проблемы решаем. Или мы здесь, в месте, где мы живем, становимся на колени, чтобы Бог решил проблему там, где мы живем. Так вот, если мы хотим, чтобы эта проблема была решена, и Господь дает эту милость и решает проблему, мы должны помнить, что это город наш, там, где рождаются наши дети, где они выходят замуж, женятся. Да, где наша церковь? И мы ответственны за этот город, в котором мы живем. Чтобы выделить для Господа хотя бы вот этот несчастный час, хотя бы один раз в месяц. И кто-то, я верю, все равно может выйти на улицу. А кто-то может молиться за это дело. А кто-то может вспомнить в магазине и там рассказать. Представляете, каждый христианин, хотя бы в нескольких словах, рассказывал о Господе. Ваши садитесь, слева, справа, может быть, кто-то на поэт подходит. Представляете, каждый христианин не стеснялся, не боялся, не страшился на свидетельство. Я не хочу это говорить как без давления, просто это мое желание, чтобы все же наши сердца открывались. Почему? Потому что если не мы, то кто? А время близко. За 16 лет нашего служения нас камни кидают и нападают, физически ударяют нас, воздействуют. Не было ни одного раза, даже вчера мы вышли на улицу, у нас было несколько конфликтов в даунтане ваш. Но я живой и, надеюсь, здоровый. Но за 16 лет, если бы на все это никто ко мне с пистолетом не подходил. Разве это не благодать? Вы же знаете. Я далеко не буду ходить. Вас, наверное, преследовали, некоторые из вас, бывшего в Советском Союзе, за веру и в Англию. Вы же знаете, что такое гонение. Если его не убивают даже за веру и в Англию, да, это не ново. Как убивали, так и убивают. И только Господь это остановит, когда Он возразится. То есть это не ново. Этот мир, как был, как ненавидел Иисуса, Он так его ненавидит. Мы должны просто это понимать. Но Бог нас оставил на этой земле не только для того, чтобы мы приобретали машины, приобретали дома, приобретали образование. Это все неплохо. Я нормально к этому отношусь. Бог благословляет. Есть возможность иметь нормальную, жить в нормальном доме, иметь нормальную машину. Слава Господу. Но порядок должен быть правильный. Как сказано, ищите в первую очередь Царство Небесное. И правда, осталось, что приложится. У нас просто нарушен порядок. Бог нас оставил на этой земле, чтобы в первую очередь мы стали солью и светом для этого мира. Я понимаю, что наша жизнь должна стать первым примером, свидетельством. Но как часто мы действительно встречаем людей? У нас всего лишь 5 минут с ними, 10 минут, 15. Говорить тоже надо. А если есть возможность дать Библию, а ведь только Слово Божие приводит спасение, не правда ли? Это здорово. И наша миссия по благодати Божия распространяет Библию на разных языках. Я просто принес несколько экземпляров. Вот на иврите, вот на арабском, Евангелие от Иоанна, на турецком у нас, на китайском, на хинди, на урду, на афарси, на украинском, на русском, на разных языках. Почему? Потому что мы продолжаем встречать этих людей в нашей стране. Америка еще является таким местом, куда люди хотят приезжать. Америка действительно сохраняет благословение. Посмотрите, сколько беженцев. Особенно вот в ваш город, я знаю, приезжают беженцы в Сомали, в Сирии. Найдите время, встретите этих людей. Потому что, если вы их не встретите, их встретит дьявол. Их встретит дьявол и уйдет с собой в ад. Если вы это не сделаете, если здесь никто не трудится в этом городе, не смотрите на этих людей. Смотрите на Господа. Пойдите. Иисус пошел. Он мог остаться в Иерусалиме. И давно-давно бы все ему поклонились, как бы когда-то царь Соломон. Помните, со всего мира приходили, чтобы послушать мудрость. А Иисус не просто царь израильский. Он царь царей, Господь господствующий. И он пошел. Он пошел. Почему? Потому что он любит. Хотите научиться любить, как Господь? Найдите время. Выделите время, которого, к сожалению, так не хватает. Но для себя мы всегда находим время. Я не против от того, чтобы дыхать. Но мы находим время для себя, чтобы дыхать? Находим. Когда мы идем сдавать экзамен на гражданство, а сейчас закон. Знаете, вот не сдадим, бенефита не будем иметь. Мы находим время, чтобы ночью посидеть и выучить три слова на английском языке. Братья и сестры, находим еще переводчику, заплатим. Для себя, да? А для Господа? Можем найти? Можем. Но проблема, что не хотим. Много труда. Но если мы не верны вот в этом ману, чтобы не посчастняться хотя бы в нескольких словах рассказать о Господе, что будет тогда, когда действительно гонения придут? А каждый желающий жить благочестиво будет гоним. Неважно, в Америке он живет или не в Америке. Дело в том, что уровень гонения он разный. Конечно же, нас еще никто не стреляет здесь за веру Ивановича. Придут дни, когда будут сажать и убивать и в этой стране. Но, как Иисус сказал, ученики не больше своего Учителя. Покажите вашу верность во Кресте, покажите вашу святость и увидите, как люди и в Америке начнут к вам относиться. Но бывает так, что люди мира сего, даже зная, что мы верующие люди, при нас сквернословят, а мы опускаем голову, мы молчим, потому что они знают, что мы ничего не скажем, потому что мы смиряемся, мы идем на компромисс. Это самая большая проблема, которая есть. Вы знаете, что ваш город, Миннеаполис, занимает третье место по headquarters, homosexual, гей, это третий офис по лидерству гомосексуалистов. Сан-Франциско, Лос-Анджелес, ваше третье место. Но нам все равно. Я сейчас не говорю, что персонально, вот, мы должны свидетельствовать. Это главная цель. Потому что, если покаяться, слава Господу, спасусь. Но мы должны называть имена своими именами. Грех есть грех, свет есть свет, а тьма есть тьма. Гомосексуализм есть грех, и мы не боимся публично об этом говорить. Моя жена стала бояться уже, говорит, не надо так. Говорит, потому что они будут мстить, и они мстят. Потому что в руководстве, в лидерстве, у них в правительстве очень много этих людей. В медиа очень много людей. Я знаю людей, которым они мстят. Но то поможет нам Господь все же не бояться. Потому что Господь сказал, мужайтесь, ибо я победил этот мир. Да, в мире с ним мы будем иметь скорбь. Но это часть нашей жизни в Иисусе Христе. Помните Исаию. Когда Исаия услышал, кто пойдет для нас, он не стал говорить, Господи, у меня нога болит, рука болит, спина болит, времени нет, я не умею говорить, я не знаю английский язык, Господь вот там сосед живет, он лучше знает. Он услышал. Он сказал, вот я. Пошли меня. Господь не нуждается в нашей поддержке. Он есть суверенный Бог. Как хочет, так и поступает. Слава Ему. И так будет всегда. Но это наше благословение стать частью Божьей великой работы на этой земле. Когда мы можем проповедовать Евангелие, когда мы можем делиться доброй вещью, когда мы можем молиться за людей, ведь мы не лучше этих людей. Если ваши родители верующие, и вы родились в верующих семьях, это великое благословение, но это было недостаточно для того, чтобы наследовать спасение. Они должны были молиться за вас. У меня родители неверующие. Но вот тех верующих, которых я повстречал, они молились за меня. Сегодня я могу молиться за людей, зная, что милость Господа во веки веков, и что я не лучше этих людей. И мы можем молиться, потому что Иисус молился. Иисус молился за людей, потому что Он любил людей, и Он любит людей. Поэтому мы сегодня здесь, и мы сегодня сохранены по милости Его, чтобы возвещать Евангелие. Потому что так много труда. И каждый день, каждый день приближает нас к завершению вот этого этапа истории. Но кроме того, что мы свидетельствуем еврейскому народу, мы много мусульман встречаем. Я уже говорил, и китайцы, и индусы, разных-разных людей в этой стране, в городах, в которых мы живем. И вчера я немножко рассказал с братом Павлом, мы имели вот это служение. Я не знаю, я не люблю считать людей, но больше ста человек мы прошли. Мы очень хотели, чтобы ваша молодежь приняла участие, но, к сожалению, оно не получилось. Мы просто хотели показать вот так, что Господь, чему нас научил, как это происходит. Потому что это наша цель. Чтобы вот была заинтересованность. Потому что всегда, когда возвещается Евангелие, это всегда к радости. Даже большинство людей отвергнут. Даже все отвергнут. Ну, помните, в пророках Иеремии, Исакии, помните, Господь сказал, ты иди, и свидетельствуй. Люди, которые имеют глаза, не увидят, уши не услышат. Ну, ты все равно иди. Чтобы знали, что был среди них пророк. А если люди каются, мы знаем. И одна душа, когда кается, это великая радость на небесах. Господь радуется. А радуемся ли мы? Я думаю, что должны радоваться. Потому что цена, цена слишком велика. Это жизнь нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому улицы, площади, мы также читаем Библию публично, трамвайные станции, аэропорта, кольжи, госпиталя, публичный персонал служения, русские магазины, молы, неважно, и везде, где есть возможность, мы хотим идти и проповедовать Евангелие. Мы хотим ценить эту возможность, ценить это время, чтобы возвещать. Потому что, я же сказал, придет время, и все очень изменится. Ну, и тогда мы должны сохранить верность Господу, чтобы остаться верным вот в этом малом, малом, что когда Господь дает дар, когда Господь дает возможность, чтобы мы могли молиться, чтобы мы могли делиться доброй лестью, чтобы мы желали этого и возвещали Евангелие. И наша миссия, наша церковь, она очень маленькая. Мы называем ее, ну, церковь, группа, маленькая группа. Да. Но вопрос не в количестве. Церковь может иметь 10 тысяч членов, больше, меньше, но не дело, дело Божье. Потому что вот видения нету. Потому что нет желания. Господь, Он открывает двери. Он хочет, чтобы мы прошли, он пошли, делали, но мы не хотим. И Господь будет отходить и доходить в другие церкви, других своих детей. А мы потом скажем, ну, значит, не воля Божья была. Да, воля Божья. И Писание ясно говорит, да, воля Божья это. Просто Господь никогда насильно никого не будет заставлять. Он найдет других людей, другие церкви. А вот мы потеряем благословение, к сожалению. Оно так оно и бывает. Поэтому мое пожелание, братья и сестры, я говорю просто в любви, в вдохновении. Если даже одно сердце вот здесь сегодня еще откроется, вот откроется, не к нашему служению, БТЛ, нет. Просто вспомни, что вот в Миннеаполисе есть большая нужда. Я уже сказал, Исайя, вот я, пошли меня. А Ниимею, помните? Имя его, знаете, как переводится? Ниимею. Знаете? Божье утешение. И Бог просто, не просто утешит свой народ, Он его возродит из мертвых. Ниимея, который был веночерпием великого царя Ахаш-Вероша. Или Ахтаксерса в русском переводе. Это имя и титул. Их было несколько в истории Миндоперсии. Персия на то время или Миндоперсия владела практически всем миром. Вот иудей, еврей, был вот веночерпием. Он подавал бокал вина царице и царю. И его позиция была еще более авторитетнее, чем военачальник персидской армии. А Персия или Миндоперсия владела всем миром на то время. Практически. Большая часть. Я думаю, он неплохую зарплату имел. Как вы думаете? Имел авторитет, жил в городе Шушани или Сузах. Наверное, не в маленьком доме жил. Но вот оставляет все. Оставляет все. А почему? Задумались когда-нибудь? Потому что Дух Святой сформировал его сознание. И он знал, что Бога есть дело на этой земле. Он был посвященный человек. Этой истории, которая записана в Священном Писании более чем 2,5 тысячи лет. Но это дело у Бога продолжается на земле. Бог совершил план спасения, но вот благодать не завершил. И у Бога есть дело в Миннеаполисе. Но кто сегодня пойдет для Господа? Бог не говорит нам оставлять наши работы, оставлять наши места. Помните Первую Апостольскую церковь? Помните, что происходило? Этой обязаловки нету в Библии. Но Дух Святой так действовал в людях, что они продавали свои имения, приносили вырученные к ногам апостолов, раздавалось все по нужде. Этой обязаловки нету. Но людей двигал Дух Святой. Но мы живем в это смотреть. Посмотрите, как Бог нас благословил. Мы голодные, братья и сестры. Одежда есть у нас. Работа тоже, наверное, неплохая и есть. Правда? Да, бывает, что денег не хватает. Бог не обещал, что вот если мы станем христианами, как некоторые церкви сегодня учат, да и раньше учили, что вот ты христианин, у тебя должна быть самая хорошая машина, самая лучшая зарплата, самое хорошее здоровье. Нет, Бог этого не обещал. Бывает, и машина ломается, и здоровье хромает. И бывает, не хватает. Но Бог обещал, что Он будет с нами, и Он будет с нами. Да? Но суть в другом. Суть в том, что мы действительно имеем благословение. И Бог не говорит, вот нам нужно продавать, раздавать, или приезжать в Африку несчастную. Да? Он говорит, живите, живите в этой чудесной еще Америке, работайте, у вас еще больше благословен, но не забывайте, что у меня есть дело в Менеаполисе. У меня есть дело на этой земле, что мы все же не посещались и проповедовали Евангелие. У меня осталось еще немного времени. Я хочу перейти к последней части. Свидетельство. Просто рассказать. У нас маленькая миссия, я уже сказал. У нас нет бизнесменов, которые бы нас спонсировали. У нас нет церквей, практически, которые нас бы на религиозной основе поддерживали. Ну вот я вот бываю в церквях, в американских, в других, и как-то вот Бог обеспечивает. Бог как-то располагает. И уже 16 лет мы как бы на плаву. И достаточно благословенно встречаются сотни людей каждый месяц. если Бог использует нашу маленькую группу. У вас много людей, братья, если вы что-то пусть Бог услышит, чтобы еще с мира пришли и добавили. Да, это радость, конечно же. Но как люди услышат, если мы не пойдем? Добрую весть, послание доброй весть, мы должны выносить наружу. Наружу. Бог есть Бог, который творит чудеса. Но вот эта история, он именно через церковь. Мы должны выносить послание доброй вести наружу. Я знаю, что Господь может много что сделать через искренние сердца и вашей церкви, чтобы благая весть распространялась в этом городе. И через славянскую церковь. Это великое благословение. Мы, которые говорим на русском, неважно украинском, румынском языках, неважно на каком, но мы, которые приехали как иммигранты, вот можем благословить и эту страну, где Бог нас благословил, где наши дети живут, женятся, выходят замуж. Это действительно великое благословение. Поэтому я расскажу несколько свидетельств. Мы очень коротко посмотрим скоро некоторые видео, как пример, просто как пример, чтобы мы были вдохновлены. Я уже сказал, что служение очень тяжелое и 99.90-х отвергают, но нас это не смущает. Нас это не смущает. Мы помним жизнь Иисуса Христа. Он, который творил чудеса, исцелял всякую болезнь, воскресал бертвых, да? Что все за ним пошли? Или все покаялись? Нет, конечно. Я никого не могу исцелить. Я не могу изгонять бес, тем более воскресать. Я простой человек. Но я могу рассказать о Господе. Я могу рассказать о Господе. И несмотря на то, что большинство людей отвергает, все равно радость, когда мы можем делиться доброй вести, она действительно переполняет сердце проповедующего Евангелия, проповедующий жизнь, проповедующий свет. Из Питтсбурга. Питтсбург город недалеко от нас. В Пенсильвании есть место, это называется Стрип Дистрикт. Это такая торговая местность, там бизнес, и сотни людей проходят. И вот мы проповедуем. Я очень редко принимаю, то есть наше служение, оно немножко другое, то есть я уже сказал, улицы, молы, аэропорта, дома престарелых, публичное служение, персональные, трамвайные станции. Но мы очень редко принимаем служение кормления бездомных. Когда нас в другие церкви приглашают, мы принимаем приглашение, мы идем. Но у нас немножко кто-то одно делает, кто-то другое делает. И вот мы проповедуем, встретили бездомного человека. И мы стали ему свидетельствовать. И, конечно, он говорит, нету места, где преклонить голову. И я говорю, вот написано, Господь, вот это места, которые он приготовил для всех любящих его. И он так выслушал. И задал мне всего лишь один вопрос. Ну, сперва он сказал, да, что он верит, что Господь приготовил. Эти места будут достаточны для всех. А вот он мне спрашивает, ну, места достаточны для всех. А как насчет еды? Будет ли еда достаточна для всех на небесах? Вроде как по-детски вопрос, но человеку под 50 лет. Есть ли такие люди? Другое свидетельство Сан-Франциско, когда мы встретили гомосексуалиста, там самое тяжелое служение, которое мы имеем. Кстати, вот это западное побережье, вот Сан-Франциско, Лос-Анджелес, потом у нас Портленд, страшный город. Портленд, духовно страшный город. Сиэтл, и вот мы бываем в Чикаго, мы бываем в Атланте, мы бываем в Филадельфии, в других городах. Но такое, что мы видим в Миннеаполе, вроде не западное побережье, Мидвест, да, но нету ни в Чикаго, нету ни в Атланте, нету в Филадельфии. Большая проблема здесь. И вот Сан-Франциско очень тяжело проповедовать. Там и церковь сатаны основная, и очень сильная гомосексуальная община. И вот у нас там три точки. Это Русская улица, это район Пир, зона побережья, и сам Даунтаун. И вот мы остановили машину и идем в Даунтаун. И вот первый гомосексуалист, которого мы встретили, сидит, мы подошли, засвидетельствовали, и он как-то согласился взять Священное Писание. Он говорит, что он хочет? И я ему протягиваю Новый Завет, такой карманный, у него речь была нарушена, видно, болеет, с глазами тоже проблем, потому что он смотрит и говорит, что у него проблемы с глазами, есть ли у нас с большим шрифтом. Мы ему даем имак для Тиана то, что у нас было, и идем дальше. Где-то в течение трех часов мы проповедуем в Даунтауне. Людей разных встречаем, и сатанистов, и разных. То есть это борьба, это война. Мы на войне, мы должны это просто поднимать. Но закончили служение, очень устали. Идем той же самой дорогой обратно, той же самой дорогой. Идем, видим, сидит тот же самый человек. Я сказал, я ему уже засвидетельствовал, ну, обойду его с левой стороны. Я начинаю обходить его с левой стороны и поворачиваю в голову просто место, где он сидит. Знаете, что я увидел? Как вы думаете, что я увидел? Он сидел с открытым Священным Писанием и читал. И это очень сильно вдохновило меня. Он читал Священные Писания. Я так замолился и сказал, Господи, спаси этого человечка, спаси эту душу. Я не знаю, как служится жизнь у этого человека, но вера о слышании от Слова Божия. По милости Божией. Еще одно свидетельство и начнем смотреть. Город Рочестер, штат Нью-Йорк. Я был на служении и закончил служение, а церковь в сельской местности. И все уехали. Я один. У меня арендованная машина была. Смотрю, ферма. Ну, очень близкая ферма. И барашки бегают. А несколько из них, знаете, когда их не постригают, они как медвежата. А я так люблю барашек. И мой сын любит животных. И я взял телефон, я стал делать съемку. Вижу, отделяется от фермы какой-то человечек, но когда он стал ближе ко мне подходить, увидел мальчик. Подбегает ко мне и говорит, слушай, мой папа тебя заметил. Ну, что ты там снимаешь? Ну, что ты там далеко? Подходи ближе, лучше съемка будет. Смотрю на мальчика, нос большой. Глаза большие, сам темненький. Я говорю, слушай, а откуда ты? Говорит, как откуда? С Ирака. А я говорю, мусульмане? Говорит, да. А вообще, я вам сказал, я с еврейско-мусульманской семьи. Когда я свидетельствую мусульманам, я им не говорю про мою еврейскую маму. Евреям тоже не говорю про моего мусульманского папу, если не спрашиваю. Да? Павел среди иудеев был, как иудеи. Да, это все честно, нормально, по еврейскому закону, я еврей. По мусульманскому, я не мусульман, я христианин, но родословие мое, как бы корень мусульманский, мой папа мусульман. И он говорит, папа сказал мой, приходи поближе. И вот видишь, говорит, вот эти люди там стоят, тоже все мусульмане, мой папа продает вот эти овечки, у них ферма, она по продаже, барашек. И говорит, они покупают у нас, приходи, посмотришь. Я так замолился, говорю, Господи, какое благословение. Сейчас подъеду и буду им свидетельствовать. А потом увидел, машина-то у меня арендована, а я в Библии вообще, я перевожу на своей машине, в багажнике, у меня Библии на разных языках, другая литература. Но она осталась дома, я взял в рент. Я так замолился, говорю, Господи, машина-то арендованная. Вот если бы у меня было бы с собой Священное Писание. Я как-то замолился, а у меня в жизни были такие случаи, ну минимум один случай был. Когда однажды я свидетельствую раввину еврею, и он согласился взять, мы много встречаем артокусальных евреев, в основном они меня проклинают, ну ничего страшного. Незаслуженное проклятие никогда не сбывается и не может сбываться. Так вот, я свидетельствую ему, и он говорит, дай мне Новый Завет, дай мне Новый Завет. Я говорю, сейчас дам. Подхожу к машине и вспоминаю, что именно на еврите у меня, я все раздал, ну нет, вот в тот день у меня нет. Но я очень осторожно отношусь ко многим вещам, специально говорит, проверяйте всегда, да? Но я почему-то смолился о чуде. Я говорю, Господи, я ему уже обещал, я знаю, что я все раздал. У меня есть на турецком, на разных языках, но вот на еврите, ну вроде нет. Но я говорю, Господи, это Равин, и он учит народ твой. Я смолился, говорю, Господи, сотвори чудо. Я открываю багажник, я начинаю искать, найти не могу, ну буквально через минут пять я под низом, вот нахожу, вот именно вот такая копия была на еврите. Брита Хадача, Новый Завет, она Новый Завет. Я не знаю, братья и сестры, я ничего не хочу сказать, может быть она у меня там была, я просто ее забыл, и как-то она была, вот эта копия у меня там под низом. А может Господь что-то сделал. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что Господь ее дал. Ее не нашел. Я дал этому Равину. Вот я так подхожу, я говорю, Господи, я вспомнил эту историю, я говорю, Господи, ну арендованный, не взял, ну а вдруг, я открываю заднюю дверцу, ну там немножко другое произошло. Что произошло, я открываю заднюю дверцу, вижу коробку, а в коробке восемь Евангелия от Иоанна на арабском языке. И вдруг я вспомнил, ну у меня уже не двадцать, не тридцать, не сорок лет, не больше. Память у меня уже не так работает, как должна работать. Я вспомнил, я же перед тем, как я взял, я взял машину в Рент, я заезжал в нашу церковь, я взял эту коробку, потому что мне нужны были эти арабские Евангелия от Иоанна. Я, Господь, знал, для чего они мне нужны. Я просто забыл, что я положил эту коробку. Я так возрадовался, говорю, Господи, слава тебе. Через две минуты я уже был там. Я познакомился более с пятнадцати мусульманами там. Все они, вот у нас, это семьи были, но у меня было восемь, восемь было роста. Все они получили свидетельство. С папой, хозяином фербы, у меня остался сложный разговор. Он говорит, ты знаешь что, ну вот ты веришь в Иисуса, ну ладно, твой папа мусульманин, веришь в Иисуса, верь как Господа. Евреи так верят еще, там буддисты так верят. Все дороги ведут в невеста. Я говорю, нет, говорю, есть только одна дорога. И вера в Иисуса не как учителя и не как пророка, а только как Господа, который доумер на Голгофском кресте за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Он говорит, ну ладно, не будем больше спорить, заходи, вот пойдем со мной. И выводит меня в специальное помещение. Там уже стоят мужчины, тоже мусульмане. Он подходит к такой стене, а у него там топорики, ножики, и выбирает каким-то топором, ножом, и смотрю, овечка, как я говорю, связанная по рукам и нога. И вот он выбирает, что он возьмет, чтобы сразу ее начать разделать. Я так посмотрел, это овечка. Помните, в 53 главе? Ну, о Христе сказано, не было в нем ни вида, ни величия. Я так посмотрел и вышел. Вспомнил Господа, не правда ли? Оставив славу на небесах, он пришел на эту землю, взяв плоть, родившись. Он пошел, и он пошел на крест, чтобы, возвещая Евангелие, победить, дав нам или открыв путь к Богу, да, вот этот путь, чтобы мы могли уходить в Божьем присутствии, да, совершать Божью красоту, радоваться спасению, даже тогда, когда мы проходим из скорби, ночи из скорби Господь научает нас. И даже тогда, когда Господь берет скальпер или ножницы, как виноградарь, это очень больно, когда Господь начинает нас подрезать, но и здесь благословение, потому что Господь очищает нас, чтобы вести вечную жизнь. Даже с нашими недостатками, я рад, что мы принадлежим к Богу. Поэтому мы называем Отец не Папа и не Папочка, а Отец, Аба. Это арамейское слово, это даже не, и оно имеет очень большое значение, просто времени нет объяснять. Так же, как и слово шалом, это не просто здравствуйте или мир, это и благословение, оно связано с небесным. Пусть Бог нас благословит. Давайте мы посмотрим пару видео и будем лезть уже. Включите, пожалуйста, первую езжу. Это город Портленд, одно из служений, которое мы несем, мы читаем Библию публично. По американскому закону в любом публичном месте я имею право делиться доброй вестью. Это закон ферс-обман свобода слова. Вопрос иногда в микрофоне. Где-то я могу использовать микрофон, где-то я не могу использовать микрофон. Вот мы стоим в сердце Портленда, развратнейший город, очень агрессивный город. Много сатанистов, наркоманов, легализованный наркотик, марихуана в данном случае. Видите мою футболку? Написано «Jesus made me kosher, Иисус сделал меня кошерным». И такое бывает. Следующее видео. Следующее. Без звука только, пожалуйста, без звука. Второе видео без звука. Ребята, без звука, пожалуйста, без звука. Там не надо слышать, что он говорит. Это тоже город. Вы просто многое не видите здесь. Это долгая история, как он стоял напротив, кричал, орал, угрожал, чтобы я не проповедовал. Как вчера в Немнеаполисе говорят, да? Я говорю, вы можете мне физически закрыть рот, в принципе, силой, но вы никогда не закроете слово благодать, которое возвещается. Никогда. Никогда. Они могут что-то нам сделать физически, но они никогда не смогут победить и остановить Божью любовь. Следующее видео, пожалуйста. Включите звук. Это трамвай, train station ministry, я не знаю, да. Вот мы стоим, когда люди собираются, ждут свои автобусы или поезда, мы проповедуем. Открываются двери, даже те, которых не было на остановках. 30 секунд, 40 секунд у нас нет, они тоже слышат. Это портленд. Это уже индивидуально, потому что наша команда во время проповедя не подходит. Я не знаю, есть ли у вас английское служение здесь, переводом на английский какой-то нет. Просто есть церкви славянские, где мы используем, то есть у них есть английское служение, мы привозим литературу, они ставят печать и телефон, то есть потом идет контакт такой. Следующий, пожалуйста. Это Сиэтл, 16-й минуты. Посмотрите, что будет происходить сейчас, 16-й минуты. Это одно из самых центров города Сиэтла, тяжелый город. Но посмотрите, сейчас остановится человек, он еле стоит на ногах, он под сильным наркотическим действием. Посмотрите, что будет происходить. Вот, он подошел. Я говорю всегда, потому что рассказывают в них иглы иногда в карманах, они достают иглы и хотят подойти, чтобы тебя уколоть. Но здесь в другой случае. Я вижу, я наблюдаю за ним, я не останавливаю служение. Вот он вправо за мной, влево за мной. Я читаю о Боге, который стреляет разбитые сердца. И посмотрите. Он еле стоит, смотрите, еле стоит на ногах. Вот он подошел и сказал несколько раз, что вот у него и есть разбитое сердце. Видите, еще раз повторяю, у меня разбитое сердце. А я читал о Господе, который исцеляет. Он подошел Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Это ваш город, меня быть. Вот ко мне уже пристал один человек. Он покажет на кресте, который у него висел. Знаете, много из них говорят, мы же десятину платим, мы же нормальные, это все хорошо, иметь гомосоциальные отношения. Вот здесь произойдет маленький конфликт, физический конфликт. Оставьте это место, оставьте это место. Да, меня защищают там, чернокожие люди меня защищают. Социалисты сказали, что не дождусь, пока меня гром не пронзет. Представляете, это выражение? По-английски так звучит, чтобы гром меня пронзил и убил, а им не понравится. И я не хочу, чтобы было столкновение. Оставьте это место. Видите, они стараются, ну и та неверующая, и та неверующая группа. Но ударят, ударят по голове одну из женщин. Сейчас посмотрите. Вот я хочу, чтобы они ушли, но оставьте пока это место. Одна из представителей, как и говорят, ориентации нетрадиционных гомосоциалистов, она так встанет и тоже рвется в бой. Я подошел к ней и говорю, I'm commanding you in the name of Jesus Christ, live it. И она поворачивается и уходит. Сейчас вы увидите. Я думаю, вот какая сила в имени Господа. Господа, да, действительно так. Вот, эта женщина, я поворачиваюсь к ней, я говорю, пожалуйста, уйди. Иди, иди. Ты видишь, что в драке идет все? Иди. Она поворачивает, но ее догонят сейчас. Они догонят и ударят ее два раза. К сожалению, мы против всякого насилия. Я, видите, сейчас они кучей. Но потом успокоится все. Разное бывает, братья и сестры. Но, слава Господу, они потом уйдут. И мы продолжим проповедовать Евангелие. Вот это один из лидеров, лидеров гомосексуальной общины Миннеаполиса. И вот мы имеем беседу. Они кричали, они разделились как под цвет флага, радуги. Но радуга это нихний знак, это символ завета сной. И семь цветов. У них шесть, братья и сестры, обращали внимание. У них шесть. А у Бога семь. И Бог есть царь, света и победитель. И до конца, пожалуйста, еще 30-40 секунд. Вот. И вот мы также свидетельствуем. Мы снимаем, они снимают. И я говорю о Божьей любви, настоящей любви. Вот просто спокойно беседуем. Видите, они тоже беседуют. Послушайте. Я говорю, что Бог помог мне, Он простил мои грехи. Моя жизнь изменилась. И Он может помочь вам. Хорошо. Я думаю, что достаточно. Достаточно. Если вы захотите посмотреть все эти видео, их около 500 видеослужений. Я оставил там на самом выходе, центральный выход, центральный вход, вот эти брошюрки. Здесь немножко информация о том, кто мы и чем мы занимаемся. И на самом обороте внизу название канала YouTube. YouTube. У нас работает также Facebook. Но на этом канале несколько сот. Но я думаю, где-то 500, может меньше, я не считаю. Если у вас желание, возьмите эти брошюрки, познакомьтесь с этим служением. Если Бог расположит вас, молитесь за это служение. Пожалуйста, молитесь. Если Бог расположит, может быть, хотя бы одноразово поддержать это служение. Если Бог располагает, если у вас есть возможность, мы будем также рады вашей помощи. Но опять-таки, моя цель, чтобы вы были заинтересованы. Я вылетаю завтра. Господь позволит, буду жив здоров. Через три месяца я прилечу. У нас есть проект Mall of America и Aquarium. Если кто-то захочет принять участие в этом проекте проповеди Евангелия, мы с братом, пастором Владиславом, будем иметь связь. И вы будете знать. Если у вас будет желание, вы сможете принять участие, если Господь позволит. Давайте просто сейчас помолимся и благословим имя Господня, и поблагодарим его. И пусть Бог благословит каждого из нас. Не забывает, что у Господа есть дело на этой земле. У Господа есть дело в Миннаполисе, в городе, в котором вы живете. Будем молиться. Слава Богу.